Привет, ребята! Новый день, новый влог. Нам привезли шкаф, но соберут его только завтра. Вот такой он цвета. Получается не белый, такой с бежевинкой, возможно, желтоватый. Вот, ну мы подбирали под интерьер, который здесь. Ну, не знаю, посмотрим, как будет выглядеть собранным. Красиво, некрасиво, непонятно. Но у нас сейчас с вами вообще такое дело будет, девки, мы сейчас поедем в центральный детский мир. Я накрасилась, причесалась. У меня вот такая вот суперзалачная коса. Не знаю, красиво, нет? Моя любимая прическа, это собрать волосы, чтобы они были не растрепанные. Косичка вообще очень нравится. Мне кажется, это выглядит очень аккуратно, очень духовно. Еще, я думаю, в этом влоге мы сделаем вот такой вот разбор от бренда Chico. Пришли офигенные посылочки буквально вчера. Здесь куча всяких прикольных мелочей, которые разберем, покажу вам. Стульчик. Вы знаете, да, что у нас уже один есть. Но мы как родим, поедем на дачу. Нам все равно как бы нужно два. И еще кроватка вот такая приставная. Ну, короче, все покажем вам попозже. У нас теперь на балконе вот так. Коробку мы уберем попозже под кровать. Еще вот тоже от бренда Chico. Тоже поизучаем, посмотрим. Это я выбрала там какие-то моющие всякие штучки, еще что-то. Вот, все поизучаем. Недолго наш балкон пустовал. Мы со Славой вчера ездили по рецепту, получали вот такое вот лекарство. Это иммуноглобулин, который мне вчера мама уколола в пятую точку. Это не страшно, не сложно, хотя есть там побочки. У кого-то может подняться температура, аллергия. Но у меня, слава богу, все в порядке. Вот, в машине с мамой расскажу вам поподробнее про этот препарат. Для чего, почему и вообще зачем. Потому что сейчас я пойду перекушу. И за мной сейчас заедет мама, мы поедем с ней. В магазин крутецкий, магазин детских вещей. Я так счастлива, я специально позвала с собой маму. Что мне кажется, это просто супер мимимишность, класс, кайф. И, ну, она уж, конечно, лучше знает, чего, кого, куда, по размерам. Потому что я бы хотела взять для нашей малышки вещи не только вот на сейчас, как она родится, но и на попозже. Вот. В магазин, в который мы поедем, там вещи, по-моему, только до двух лет. Они все бежевые, классные, супер качественные вообще. Ну, короче, закачаемся сегодня вместе с вами. Чащенька, скажи привет. Привет. Расскажи, как в школе дела? Нормально. Саша, переведи мне лучше, что здесь написано. На английском очень большой текст, я столько не знаю. Саша у нас английский знает, можно сказать, совершенно что. Подстричься только надо. Мама забрала Сашу со школы, заехали за мной. Они сейчас мы завезем Сашу домой, и мы поедем по нашим супер делам. Вот. И будем болтать, все вам рассказывать. Я хотела рассказать по поводу иммуноглобулина. Глобулина. Иммуноглобулина. А вообще зачем, почему? Потому что я вчера... Короче, начну с самого начала. У меня кровь первая отрицательная. Сейчас. Сто лет я здесь... Вот остановка, да. У меня воспоминания с детства. Короче, расскажите. У меня первая отрицательная кровь. У моего мужа положительная. Когда у мамы, то есть меня, например, да, или вас, у моей мамы тоже отрицательная кровь. Если у вас отрицательная кровь, есть риск того, что ваш малыш, у вас в животике будет с положительной кровью. И ваш организм с отрицательной кровью примет малыша как что-то инородное, чужеродное, не знаю. Потому что его кровь положительная и может возникнуть резус-конфликт. Так это происходит. Правильно? Да. И очень важно за этим следить. Обычно в первую беременность, например, бывает там даже ничего, уколы не делают, еще что-то. Потому что, ну, типа, вероятность того, что кровь ребенка может как-то попадет в организм, мам, еще что-то. Она там мала, не мала. И, понятное дело, что когда отрицательная мама рожает малыша, там берут кровь у ребенка, проверяют. И если у него положительная, то делают укол иммуноглобулина после родов, чтобы на будущую беременность не было вот этих вот антител. У меня, кстати, Сашка родился с отрицательным резус-фактором, хотя у моего мужа тоже положительный. Честно, я уж не знаю, безумно интересно, но у меня почему-то жесткое предчувствие, что у нас все-таки дочь будет с первой отрицательной кровью. Не знаю, интересно, просто у Славы тоже первая, но положительная, а у меня первая отрицательная. И у меня почему-то такое чувство, что тоже будет отрицательная. Хотя не знаю, посмотрим. В общем, что сказать, после операции, которая у меня была после первой беременности, вы знаете, какая история была. После операции в течение 72 часов нужно сделать укол иммуноглобулина, потому что, во-первых, никто там не знал, какой крови был первый малыш, да. Как раз это все делается для будущей беременности, на будущее. И сейчас, в эту свою беременность вторую, я каждый месяц сдавала кровь на антитела к резус-фактору, чтобы проверять, все ли хорошо. И, слава богу, все хорошо, этих антител не обнаружено. Сейчас в 28 неделе, по, по-моему, 32, что ли, делается укол иммуноглобулина. Этот укол иммуноглобулина, он довольно-таки недешевый. То есть, та коробочка, которую я вам дома показала, она стоит 3 тысячи с половиной. Я ее получила бесплатно. По полюсу? О, мы есть. Да, да, да. Короче, ну, из-за того, что я стою на учете в женской консультации и так далее, и так далее. Но, если честно, я не знаю, можно ли этот укол просто самостоятельно купить. Наверное, можно. Вчера мы со Славой ездили к черту на рога за этим препаратом, потому что он там, типа, выдается от женской консультации только в определенной аптеке. Моя мама, оказывается, тоже туда когда-то ездила. Саша, да, я в Кузьминке ездила за этим уколом. Там аптека, значит. Это было 12 лет назад. Ничего не меняется, да? Стабильность, это тоже хорошо. Просто интересно все-таки, типа, женская консультация на одном районе. Я уже думаю, господи, ну, можно было бы на одном районе и аптечку такую сделать? Ну, ладно, окей. Съездили, потратили мы полтора часа. Ну, что, понимаете? Мама сделала мне вчера этот укол, я вам рассказывала тоже кратко. Все хорошо, все нормально, все классно. Просто мама умеет делать уколы. Да. А то сейчас будут говорить, как мама сделала укол. Да, да. Ну, понятное дело, мы живем сумасшедшие. Мама всем делает укол, если что, прощаетесь, сделаю укол. Ну, да. Вконтакте оставим в описании. Почему это важно? Ну, я уже сказала, в принципе, почему это важно. Просто я видела комментарии в Телеграм, что одна девочка пошла там... Есть способы узнать кровь ребенка до его рождения. Но, по-моему, это, типа, прокол пузыря. Я, честно, не понимаю. Хотя мне написали... Ну, то есть, кто в здравом уме будет просто, чтобы узнать кровь ребенка, прокалывать пузырь. Ну, то есть, мне кажется, это опасно. И зачем тревожить малыша в животике? Ну, короче, понятное дело, что для меня это вообще что? Да проще укол сделать, тем более хуже точно от него не будет. Ну, то есть, это не что-то такое страшное. Так вот, и есть вариант через свою кровь узнать кровь ребенка. Но для меня это немножко... Ну, наверное, можно. Я тоже, кстати, узнавала, там, где я сдаю анализы, мне говорили, что такую процедуру можно сделать, 7 тысяч стоит. Но в комментариях одна девочка написала, что она так сделала. Ей сказали, что у ребенка что-то отрицательная кровь, а родился малыш с положительной. То есть, это, по сути, может быть даже некорректным. Я бы не стала так рисковать, вот честно. Если у вас отрицательная кровь, вам говорят, что надо сделать, даже если у вас по анализам там все хорошо, и вы там что-то думаете, не думаете, я, ну, все равно бы сделала. Ну, я и сделала, собственно говоря. Потому что береженого Бог бережет, и лучше все это перебдеть. Оказывается, я там говорила, как-то перебздить. Как обычно. Вот. И одна девушка вообще написала, что она не в курсе была того, что это вообще опасно может быть. Что обязательно нужно знать такие вещи. И она написала, что, к сожалению, их беременность там прервалась на пятом месяце. То есть, потеряли малыша. И это ужасно страшно. Поэтому, вот я понимаю, что такие вещи, это не шутки. Нужно обязательно быть образованным в этих вопросах. И знать, я вот всегда знала, мне мама... Кстати, о птичках. Можно задать тебе конкретно вопрос? Такого фига ты мне постоянно говорила, что с отрицательной кровью нужно обязательно только мальчиков рожать. Ой, это ж я не говорила... Это ты из Советского Союза? Ну, это все было так еще. Все говорили, да, раньше. Это ж я не утверждала тебе, как медицинское доказательство, что нельзя рожать девочек. Да ерунда какая-то. Ты что? Просто ты мне так, я по-моему, говорила, что с отрицательной надо мальчиков рожать. Ну, потому что, да, считалось, что с девочкой может быть резус конфликт, а с мальчиком нет. Ну, мы-то все знали, что будет по-любому девочка еще задолго до твоей беременности. Ну, по крайней мере, все догадывались. Ну, да. Потому что у нас это как-то... Ну, ты уже об этом говорила. Ну, да, да, рассказывала. Родовое такое. Ну... Надо сначала девочку, потом мальчиков уже. Причем я нигде не рассказывала о том, что... Все же там спрашивали в итоге, совпало с астрологом, не совпало. Это реально шок. Ну, опять же таки, в это можно не верить. Вы можете в это не верить. Ради бога. Моя первая беременность, астролог сказала, что там мальчик. И для меня это было большим удивлением, потому что она мне в 19-м году сказала, что первую я должна родить дочь. И, ну, вот так вышло, что... Вот так и вышло все, короче, что мальчик не родился первым. Ну, в общем, вот такая вот история. Не знаю, просто все спрашивали, и я думаю, что это интересно. Мальчик родился вторым. Мальчик родился... Мы уже... Я не смеюсь, что и третьим, наверное, будет мальчик. Хотя она мне сказала, что там и два у нас, может быть. Но, честно, блин, не знаю. Давай сначала первым родим уже, потом будет тебе это загадывать. А то родишь, потом скажешь, ой, все, я не буду рожать. Я помню, да, когда всегда на родах родил ребеночка, и у тебя тут же врач подходит и спрашивает, что, ну что, за вторым придете? Я всегда говорила, да, приду. После Гоши, по-моему, меня даже не спрашивали, приду я за третьим или не приду. Я сама говорила, что все, я не могу, больше ничего не надо. Ну, в итоге, через 10 лет пошла за третьим. Да, не будем мы долго стоять, 7 минут нам до приезда. Вот, видишь, смотри, все, аж бордовывается. Ну, 15 минут постоянно, ладно, все равно это не так уж долго. Так что, да, мы в центре едем в центральный детский магазин. Детский мир. Детский магазин. А у нас в детстве было детский мир. Ну, детский мир, это сам магазин детский мир есть. А мы едем как бы в торговый центр конкретно про детей. Поэтому он называется Центральный детский магазин. Расшифровка. Хотя я тоже думала, что... Я, по-моему, была там, когда была тобой беременна. Я думаю, что там очень много разных других всяких интересных магазинчиков, помимо того, в которые мы едем. Вот, хотя безумно, конечно, было бы любое, понятненькое. Так что, ладно, уже приедем и на месте посмотрим, что там, да как там. Ребята, мы уже приехали. Уже ходим, гуляем по этому торговому центру. Ну, нам, на самом деле, что гулять. Мы сейчас поднимемся на нужный нам этаж. Но здесь, конечно, офигенно. Просто я понимаю, что это такой детский рай. Тут вообще все, все в игрушках. Тут, я думаю, нет ни намека на каких-то взрослых. Тут все для детишек, и это так здорово. Смотрите, какое чудо. Столько всего. Куча брендов, белье для детей, что-то Гарри Поттер. Блин, да тут можно вообще закачаться. Ну-ка, давай посмотрим. Все равно гуляем. Классно. Офигеть, тут круто, да? Представляешь? Так здорово. Вау! Круто. Круто, да? Угу. Мне сразу же проклялось тоже куда-то. У меня тоже, прямо отсюда приезжаю. У меня будет скоро внучка, мы будем обязательно простее где-нибудь лазить, ходить. Валяться в этих шарик. Да, я буду тоже в детство впадать. Да, может, ты и в школу потом ее будешь жить, а то мне так не хочется. Я уже сколько, четыре раза учусь, четвертый, да? Ну, сама отучилась, потом с тобой, потом с Бошей, сейчас с тобой. Вот, так что где четыре, там и пять, почему бы пятый не отучиться? Да. Так что я готова. Ну, хорошо. Зафиксировали, девочки. Записали. Короче, сейчас мы найдем магазин. Тут очень круто. Мне эти игрушки не интересны, но очень круто. А не подскажете, какой этаж? Нам нужны большие центральные часы. Центральная Олея. А, вон они часы. Как тут круто. Обалдеть. Столько всего. Вы меня извините, какая нафиг H&M? Да нет, я знаю на самом деле. В любом случае, конечно, там бренды какие-то ушли, понятно, облом, еще что-то там. Мне просто писали, что в H&M очень хорошие были там какие-то нарядики для детей. Да, вот я тоже в шоке. Но они, наверное, стоят денег. Хорошие. Я только сейчас поняла, как я себя сдерживаю. Потому что хочется уже что-то покупать, какие-то вещички. А я еще пока не покупала. Ну, я такой, старый такой закалки. У нас это считалось, что заранее ничего не надо. Это вы, молодые, на это на все не ориентируетесь. А мы вечно это последний. Ой, нет, если я еще и в эти приметки буду верить, я вообще заканчиваю. Нет, ну на седьмом месяце я уже все покупала. Я помню. Боди, полозунки, комбинезоны, модели универсальные. Много моделей подойдет мальчикам и девочкам. Все в таком цвете, потому что это все натуральный хлопок. Мы используем красители, вредные пигменты. Абсолютно. Это, кстати, очень интересно, потому что я думала, что это, знаете, вот это вот модное вене, чтобы все было бежевое, белое. Да, у нас модели не только красивые, но и самое главное, что безопасные для малышей. Так как все натуральное абсолютно. Гиполергерма, посетировано дельматологами. Вот такие модели у нас... А у нас в 6 месяцев. В 68 сантиметров рост, но она может быть... Что-то просто тянется, наверное, можно. А хотя... Нет, ну даже не то, что тянется, но просто изначально может быть немножечко подлиннее, да, по росту для малышей. Тем более у малышей все разные, детки рождаются, например, уже и побольше по росту. Какая красота. Видела такое, милота, милота, милота? Ага, прелесть. Не то, что в нашем детстве, да? У тебя был похожий свитер, только он был, конечно, не такого шикарного качества. Но на нем был, по-моему, тоже зайчик. Какие мои мои наши бестселлеры, так скажем, сейчас покажем. Очень классно. Просто прелесть. Вообще на ощупь необыкновенно. Ой, сейчас такое красивое соберем. Шикарно. Красота вообще нереальная. Красота. Я уже пустила слезу. Потому что я, когда начинаю представлять... Ой, шикарно, ты посмотри. Она такая маленькая. Что, правда такая маленькая голова будет? Конечно. А ты думала? Вообще малюсенькая. Смотри, еще какая-то оптичка. Вот, это на день рождения кто-то мог бы пойти в ресторан. Ну, в ресторан стейки есть по-любому. Ну да, с ребенком точно уж. Прелесть. Очень красиво. У шапочки, наверное, и побольше такие есть. Да, у шапочки есть разные, конечно. А вот так интересно, у вас до двух лет только вещички, да? Да, одежда у нас, основной размерный ряд идет до роста 88 сантиметров. Даже некоторые бывают в год, в полтора года, детки уже вырастают. Мука. Девчуля. Как здорово, девочка вообще. Кофтички, смотри, какие классные. Классные, да. Такой сейчас удар, что мы с мамой такие продвинутые, бля. Нет, конечно, в этом моменте нет. Дошли в дамскую комнату. Здесь же технологии. Значит, дамская комната, туалет. Все. Ну, как бы, как хочется сделать перед выходом. Спустить за собой, правильно? А там это все дело автоматическое. Я стою, думаю, господи. Я и так машу, там сенсор какой-то. И так, и так думаю. Я понимаю, что как я выйду, не спустив. Вдруг сейчас кто-то зайдет. Просто я вышла, жду маму. Думаю, блин. Думаю, говорить вслух нет. Мама, там автоматически надо выйти. Думаю, ладно, не буду позориться, жду. В итоге открывается дверь, мама такая. Я говорю, выходи, выходи, все нормально. Короче, мы все поржали, испугались. Вот, сейчас гуляем. Главное, что все получилось. Да, все в порядке. Памперсики миленькие, да? Столько всего изменилось. Таких не было, когда еще даже Сашу я ржала. Я же забыла. А, вот этими я пользовалась. Не я пользовалась, а Саша пользовалась. А, ну да, да. Да, вот Мэриэс покупала. Ну, когда ты родилась, таких еще у нас не было. А-а-а. Были памперс и хаггис, когда ты родилась. Ну, вот мне Луиза, кстати, тоже сказала, что вот эти хорошие. Да, Мэриэс хорошие. У меня Сашка вот вырос на Мэриэс. Девчонки, напишите, какими вы пользуетесь. Ну, ваши детки. Вот такой, кстати, бренд я тоже знаю. У них тоже много всяких штучек. Сюда, по-моему, соску можно засунуть и тащить, чтобы она не валялась. Вот у них, кстати, вот эти вот сосочки. Очень популярные какие-то. А вот я вам подарила сосочку. Посмотрите, интерпати вот. Вот эти вот, честно, круглые ты не особо брала у меня. Ну, я думаю, надо разные брать, потому что все детки... Сашка сосал соску. У нас только Гош соску не сосал. А вот это этот соска прицепил и на ребенка прицепил, чтобы она у него, если вывалилась, то не на пол, а это. И вот такие, смотри, кушает, а у него сюда все собирается. А, ну это я видела. Такие уже у нас у Алиски, по-моему. Да, сток, всего. Мы зашли еще в другой магазинчик, потому что тут же выбор-то большой. Глянь, какой трон. Да-то после такого сразу пересаживаться на взрослый можно. У меня ужасно задолбался третероградный Меркурий. И можно было бы сказать, ой, да это все чепуха, да он постоянно... Ну, может быть. Ну, блин, я реально говорю, мне так... Я не знаю, что происходит, но мне постоянно попадаются либо какие-то непорядочные люди, либо какая-то, я не знаю, ситуация дурная. Ну, в общем, вот все, за что ни возьмись. Мы с мамой пришли в кафе перекусить. После того, как пошопились, походили, посмотрели. Это, конечно, там столько всего, что туда надо приезжать прямо с утра и до самой ночи. У нас разъехались глаза просто. И коляски посмотрели, и пеленки, и распашонки, ну, короче. Мы сели в кафе. Я заказала себе лосось, рыбку на гриле и пюре. Приносят рыбу сначала. Я говорю, а пюре где? Я говорю, сейчас все-все, несу-несу. Я пробую рыбу, она такая, ну, знаете, тепленькая, вообще не горячая, прям тепленькая. Думаю, ну, наверное, пюре такой же температуры. Приносят пюре. Я его начинаю есть. Оно прям такое, знаете, жидкое-жидкое, как вода. И оно такое горячее, как будто бы его просто, я не знаю, из недров земли достали. Около какого-то, не знаю, кратера, вулкана. Но это просто ужас. Короче, я сожгла себе все небо. Просто все. И теперь, ну, неприятные ощущения. Не знаю, когда они пройдут. И вот вы, наверное, думаете, Юля, да что ж такое? Ой, может быть, дело не во всех этих людях, а в тебе. Я тоже так могла бы подумать. Но кто, блин, приносит горячие блюда разной температуры? Ну, как может быть рыба еле теплая, грубо говоря? Почти холодная. И раскаленное пюре. Ну, я вообще такого никак не ожидаю. Я думаю, ну, может, даже если горячее, ну, не раскаленное. Я клянусь, ей-богу. Я как представлю, что я вот, не знаю, 20 минут буду в микроволновке греть пюре. Просто до максимума, что у меня аж тарелка начнет плавиться. Вот примерно такое пюре мне принесли. Ну, в общем, я, конечно же, все сказала. Я не просто так обыкнула, конечно, но что так случилось? Но на самом деле еда-то вкусная. Еда вкусная и чаевые мы тоже оставили все. То есть это как бы, я просто сказала, что... Ну, просто повар немножечко забыл, насколько он поставил разогревать пюре. Просто это неприятно, потому что мне теперь с небом, ну, пару дней, наверное, испытывать. Ну, надеюсь, что завтра уже будет не очень, ну, нормально все. Да, кипяток хватануть, это пипец как неприятно. Я по себе знаю, я тоже, ты в меня, короче. Я тоже так могу какой-нибудь кипяток хватануть, потом ходить неделю, нормально вкус еды не чувствовать, потому что когда сожгешь небо или язык, все, считай, ты ничего не ешь. Просто теперь то, что теплее комнатной температуры, мне прям очень неприятно. Я языком по небу вожу, и я прям чувствую, знаете, вот как будто у меня там... Волдыри, что ли? Ну, не волдыри, но неприятно, короче. Ну, в общем, поела я, значит, пюре. Да, теперь будешь зато все проверять. Ну, вообще, да, действительно, обычно, когда приносят блюда, да, ну, там, может быть, и стейк, и неважно, там, или рыбу. Я согласна, что, по сути, я, как бы, виновата в том, что я не проверила, побежала есть. Могла бы подуть, посмотреть, там, вот так вот попробовать. Но, реально, это вот такой, опять же, момент, что я никак не ожидала, что у меня будет еле теплая рыба и раскаленное пюре. Ну, я уж думаю, ну, даже если будет горячее, ну, не настолько же. Ну, короче, опять же-таки, да, это я могла бы сама проверить. Тут же я организаторов не нанимала, чтобы они пюре проверили. Тут уже, да, претензии только к себе, по сути, и к тому, что еду просто принесли неодинаковой температуры. Недавно, кстати, была еще такая ситуация. Мы со Славой пришли в ресторан, заказали стейки дорогие и картошку фри, и салат. Обычный салат Слава себе заказала овощной, я не хотела. И знаете, что происходит? Приносят две порции картошки фри, и все. И я официанту говорю, а мясо? Ну, типа, мне картошка фри? Зачем? Она говорит, мясо будет попозже. Ну, типа, его еще не начали делать. Пожуй картошечку фри. То есть прикол в том, что мне принесли, я об этом в Телеграм рассказала, попишитесь на меня. Мне принесли, и нам со Славой, картошку как закуску. Ну, то есть, знаете, обычно так салат, например, приносят, либо уточняют. И мне, получается, принесли нам картошку, чтобы мы ее погрызли. То есть, когда мне принесут мясо, я, по сути, уже наемся. Зачем мне мясо? Только, извините, мясо там стоит беженых денег, картошка фри обычная. И я когда спросила, а почему так у официанта, мне сказали, ну как, я думала овощи с мясом. Окей, если бы это были овощи гриль, можно было бы так подумать, но это обычный салат, причем одна порция. Ну, то есть, это вообще даже по логике нелогично. Короче, я офигела, просто офигела. Причем еще вот в этом ресторане, где мы сейчас с мамой были, я попросила, чтобы на рыбу никакой соус не наливали, чтобы он был отдельно. Как вы думаете, что мне принесли? Как вы думаете, мне принесли политую рыбу с соусом? Я говорю, ладно, пофиг, потому что я уже хотела поесть. Они еще тебе предложили соскрести с рыбки соус. Хотите мы соскрести? Нет, мне предложили заново приготовить, но я думаю, ну как бы ладно, это не так критично. То есть, я могу, в принципе, просто сама действительно ножом снять. Просто изначально я хотела пустую рыбу, ну вот без всего. Я так люблю. И мне принесли с соусом. Я маме говорю, вот почему так? Ну почему люди не могут услышать? Кстати, извини, что перебиваю, проезжаем здесь. Вот смотри, вот это вот ресторан «Рыба моя». Да. Вот туда хочу как-нибудь попасть. Понятно. Причем давно еще очень хочу. Ну попадешь, значит. Ну рыба моя много где есть ресторан. Да? Да. Не нужно прям сюда для этого приезжать. Тут и парковки, наверное, никакой нормально нет. Ну вот ты знаешь, что будет? Нет, тут потеплее сейчас вот летом. Ну как бы или май, там конец мая будет еще. Потеплее. Вообще у меня такая идея, хочется взять Сашку, тебя и где-нибудь погулять. Может быть уже на пароходике покататься. Впереди кармиранная разметка. Очень хочется. Нет, дача, конечно, хорошо. Я, кстати, планирую в эти майские посадить свои любимые бетуньки. Вот. А мы там в прошлое выходное насажали вишни, черешни, сливы. В общем, столько всего. Посмотрим, в этот раз приедем. Прижилось, не прижилось. Но все-таки хочется не только сидеть с цветочками, а еще и погулять по Москве, когда будет хорошая погода. Ну да. Я все никак в Заряде никак не дойду. Вот, Влашлава, я тоже хочу в Заряде, Сашку почувствовать. А самое интересное, что в Заряде когда-то же были дома, еще давно-давно, до того, как здесь была гостиница Россия. И, между прочим, наша бабушка Вер там родилась. Да, вот она как раз жила в этих домах стареньких, которые стояли на месте гостиницы России, потом в Заряде уже. Я думаю, что все-таки у меня даже был дырь на Небе был. И он, мне кажется, уже даже лопнул. У тебя есть этот пантен, или как он называется? Вроде что? Подожди, пантенон. Какой пантенон? Не врод же. Блин, а подожди, есть какое-то средство, которое можно... Ну, не знаю, может, просто хотя бы хлоргексидином пополоскать. А, да, кстати, мироместин или хлоргексидин. Ну, это-то есть в каждом доме, я думаю, да? Надо пополоскать. У вас же есть такие штуки? Да, нитей дома. Мы тоже на даче, кстати, без дела не сидели. Перед отъездом мы удобрили гортензии. Ещё я их пролила раствором с марганцовочкой. Бабушка совет дала, чтобы они розовые были, более пёстрые. Ну, не знаю, поможет. Нет, посмотрим потом. Вот. Конечно, на даче прикольно сейчас. Каждый день там что-то всё больше и больше распускается. Я, к сожалению, так и не успела увидеть, какого цвета там пионы. И пионы, и эти. Кто у меня там вырос? У тебя выросли пионы. Пионы, да. Цветочки, газоны. А эти? Кто эти? Которые везде как рассадились у меня, как будто я их посадила. А, я не знаю, как они называются. Ну, как ты не знаешь, ты знаешь. А, тюльпаны. Тюльпаны, да. Нет, я подумала про вот эти цветочки, которые как в газоне у тебя. Ребята, я уже дома расстроена. Я просто до ужаса, что мне так небо сожгли это пюре. Чудность какая-то. Я не понимаю, почему я должна объяснять всем, как люди должны выполнять свою работу. Больно небу. И морально больно. Потому что, честно, вот опять же таки, я не знаю, кто-нибудь 100% в комментариях там подумает, напишет, что я такая вся, типа, крутая, себе высокого мнения, ставлю себе там выше других. Я не знаю просто, как это выглядит со стороны для кого-то, мои как бы претензии. Брэнди, ну блин. Ну просто реально. Вот даже история с тем, что принесли сначала картофель, а потом мясо. Зачем мне есть, например, ну если я заказывала. Ну вот просто. Ну вот просто. Это то же самое, что я заказала рыбу и пюре. И мне приносят сначала пюре, а потом мне приносят рыбу, допустим. Ну то есть, это же даже, блядь, в меню написано, как гарнир. Ну что за хуйня, ребята? У меня что, не день реально? Да мне это все уже реально надоело. Я уже спросила у астролога, я говорю, когда, блядь, жизнь начнется? Она говорит, с 15 мая. Можно и документы подписывать, и дела какие-то решать. Потому что у меня тоже есть дела, которые мне надо решать, там подписывать, не подписывать. Ну вот такие моменты. И я вот жду, во-первых, когда я смогу это сделать. Потому что, окей, там, знаете, я не спрашивала, когда праздники делать, но когда там подписывать какие-то важные документы, например, я спрошу. Буду есть мороженое в надежде, что это хоть чуть-чуть мне поможет небу. Ну, я просто устала. Привет, ребята. Это не новый влог, это продолжение. Так, давайте-ка разобраться. В датах. В общем, я несколько дней ничего не снимала. У меня было что-то не до этого. Вчера вообще весь день не красилась. Представляете, это такая редкость. Лежала в кровати, отдыхала, кайфовала, спала. Что-то я задремала днем, проснулась. Сколько сейчас я проснулась? Восемь? Вечера? Да не позже. Восемь девяти я проснулась. Ну, короче, вообще нифига себе. Вот этот денек у меня был. Я сегодня очень плохо спала, просто ужасно плохо спала. Даже не знаю, почему. Не малышка меня будила, а боли, которые я испытываю в ногах бывает. У меня просто, короче, чтобы перестать испытывать эти неприятные ощущения, эту какую-то странную боль, я рассказывала в предыдущем влоге вам на даче. У зеркала стояла, рассказывала. Вчера я как раз смонтировала этот лог. Что когда я лежу на одной стороне, у меня болит та нога, на которой я как бы лежу. И из-за этого мне постоянно нужно, короче, менять положение. И это все становится таким, блин, неудобным. Потому что ноги ребенка, например, я не знаю, что, но по логике ноги в одну сторону повернуты. То есть малышка повернута в одну сторону. С одной стороны спинка, с другой стороны ножки. Грубо говоря. Ну, ножки, ручки, то есть вы поняли. И та сторона, куда ноги, вообще неудобно на этой стороне лежать. Потому что одно дело, когда она бьет, когда я лежу на другом боку, и ноги как бы наверх. А когда ноги прям в матрас, на кровати, очень неприятно, щекотно и больно. Ну, не то, что больно, просто вот вообще неприятно. Короче, начинается самое интересное. Наконец-то. А то все это, ребята, все так легко и классно. Через месяц еще тяжело. Да. Блин, у меня получается завтра, сегодня суббота, 29 число, завтра, воскресенье, полных 30 недель. Дай, останется 10 недель, и я тебе такое покажу. Такое тебе дам на ручки. Короче, прикол вообще. Прикол. А у меня нихера не готово. Нихера. Нихера не перестирано. Ремонт на даче не сделан. Как успеть все за 10 недель? Я уже не верю, что мы успеем это сделать. Ну и ладно, хер с ним. Все, отпусти ситуацию. Отпусти. Отпусти. Да. Как говорится, не жалею, не зову, не плачу. Да. Я очень сильно хотела привести себя в порядок, а конкретно сделать ламинирование бровей, коррекцию наращивания ресниц. И я это все сделала как раз вчера-позавчера. И сесть снимать вам распаковочку. Распаковочку всяких классных товаров для детей. Кстати, выгляжу я довольно-таки свежо, несмотря на то, что я сегодня вообще как-то плохо спала всю ночь. В общем, прежде чем мы вернемся домой, я вам покажу распаковочку, начну это все снимать. В общем, надеюсь, я хотела это более подробно сделать, но тогда, наверное, с этого надо начинать влог, а я как-то с этого не начинаю влог. Не знаю, хорошая ли это идея. Ну, в общем, в любом случае, какую-то часть точно сегодня снимем, покажу вам. Мы сейчас со Славой едем по делам. Прям по работе конкретно. Не то, что по делам, типа, ой, там шмотку какую-то купить. Дело у нас такое. Едем по работе. Деловой. В какое-то очень красивое место, где я ни разу не была. Самое интересное, там такая активность будет сейчас, что можно сажать цветы. Я такая, ааа, хочу. Но не знаю, посмотрим, насколько мне это будет, ну, комфортно, потому что, конечно, сажать цветы, блин, почти на восьмом месяце беременности. Ну, не, не то же. Через неделю начнется восьмой месяц беременности. Он считается с тридцать первой недели. То есть сейчас пойдет тридцать первая, и когда будет тридцать одна полная, вот с этого момента вроде как считается, что восьмой месяц. Наша дочь вечно с нами по делам мотается. Когда мы сидим в машине и куда-то едем, она не спит. Мы все думаем по поводу имени, думаем, гадаем под влогом, где я рассказывала о том, что мы не знаем, как назовем дочь. Мне там кучу вообще вариантов написали, как надо назвать нашу дочь, что подходит к Вячеславовну, к Басю. Все вот это, ребят, мы тоже об этом всем думаем. Не подумайте, что мы об этом не думаем. Мы об этом обо всем думаем. У меня вот подруга, например, говорит, назовите как-то по-необычному. Ну, вот прям по-необычному, по-необычному. Вдруг она там вырастет и не захочет жить, например, в России. А у меня такое мнение на этот счет, что если она вдруг, когда вырастет, не захочет жить в России, то она возьмет, и это как, знаете, грубо говоря, если бы мы назвали дочку Катя, то она поедет куда-нибудь там за Бугорные края. Для всех будет Кейт, например. Катерин. Катерин. У нас план назвать по-простому. Это как мы гендерпати хотели, ничего необычного. Хотели обычный вот типа салют. Ну, типа, да, такое уже у всех было. Вот мы так же хотим дочь назвать, как уже называли сто тысяч раз. Но, типа, чтоб понятно, классно, лаконично подходило красивое имя. У меня просто, я вот понимаю, что мне нужно просто смириться с тем, что, да, у меня нет любимого имени. Ну, нет, ну, тупо нет. Мне суждено мне, чтобы у меня было любимое имя для, там, девочки. Я могу просто оценить какое-то имя. Вот мне кто-то скажет, вот такое имя, так назовите. Я могу сказать красивое имя, но так не зовут мою дочь. Ну, то есть я не вижу свою дочь вот с этим именем. Напишите здесь в комментариях тоже, как зовут вас, как зовут вашу дочь. Как зовут вашу маму и вашу бабушку. Как зовут вашу маму и вашу бабушку. И вашу прабабушку желательно. Можно всех. У нас вообще, кстати, блин, у нас в семье все русские. Именно. Хотя Юлия, это русская? Юлия. Джулия. Ну, я не думаю, что оно исконно русское. Ну, не, не исконно русское, конечно. Но, получается, у меня бабушка, одна бабушка Вера, другая Надежда. Любовь только какая-то. Реально. Вера, Надежда. Мама у меня Елена. Все, что вы, прабабушки. Прабабушка одна, по-моему, вообще граня. А, как красиво. Граня, представляете? Вот сейчас кто-нибудь так, граней назовите дочь. Посмотрите, какое чудо. Сегодня, правда, погодка не очень. Ну, в смысле, выглядит очень классно, все красиво. Но, к сожалению... К сожалению. 9 градусов всего. 10 уже. Марина, Лидия, Александра, Шура. По обычному русскому названию. Че еще, кто еще? Ну, не помнишь остальных, ладно. А, подожди, Мария. Мария? Кто Мария? Нет, прабабушка моя. А, кстати, нам тоже писали, типа, назовите дочку Марину. Мария красивая. Да, очень красивая. Так я все время путаю Мария и Марина. У Славы есть... Это какая-то беда, это какая-то, ну, типа... Это невозможно. Я не знаю, почему я путаю. У меня в голове, как будто бы, вот, Мария и Марина объединились, и я уже не могу их... Никак разъединить. Я не знаю. Это настолько два разных имени. Это как... Плюс еще Маша, третья. Вот они, три имени у меня такие в голове. Вот смотри, твоя мама Марина. Ты ее когда-нибудь Машей называл? Слышал, чтобы ее Машей назвали? Нет, конечно. Вот тебе все. Я ему постоянно... Ну, не постоянно, но я сня. С Мариной все понятно. Так вот, Маша, это и есть Мария. Маша, это Мария, но не Марина. Конечно, нет. Марина, это Марина. Да. А Мария, это Маша. А, Маша. Просто, короче, Маша, это как будто отдельное имя, а Мария, это как будто отдельное имя. Вот какая у меня в голове путаница. И знакомая какая-то зовут Маша или Мария, я все время думаю, блин, как же мне написать? Маша или Мария? Ну, типа, Мария как-то слишком официально звучит, что ли, а Маша более по-простому. У меня есть такая фигня, знаешь, какие имени? Ну, это два разных имени. Да, и все об этом знают. Кроме меня. Ну, есть у тебя вот такая приколюшка, что тебе сложно это запомнить почему-то. Короче, а у меня такая хрень была с именем София. Точнее, как сказать София, я думаю, ну, сокращенно, Соня. Есть, на самом деле, такие приколдесы, вот даже под влогом с дачи, не предыдущим, а преды-предыдущим, кто-то писал про какое-то имя, что вот меня так зовут, и постоянно мое вот это имя путают с другим именем, и это вообще просто трэш полнейший, очень неудобно, очень неприятно и бесит. Итак, все наши победители, пожалуйста, чуть плотнее. Слова меня наряжает. Я бы хотела сказать, что я буду участвовать в процессе посадки, но, скорее всего, я просто посмотрю. Ребята, мы закончили участвовать в этом суперпроекте. Блин, я получила огромное удовольствие, несмотря на то, что я ничего не посадила, потому что я понимаю, что я бы не смогла там на корячках, конечно, сажать. Так мне было бы очень тяжело. У меня бы сразу кровь в голову была. О, будь здоров. Правда, говорю, у меня бы кровь в голову сразу прибило. Я когда собаку мою на корячках дома, ну, над ванной, ванной, мне уже тяжело. А тут цветы сажать, конечно, я бы не смогла. В общем, я еще хотела сказать. Во-первых, нам же Славе подарили подарки. Даже Славе подарили, посмотрите. Какое чудо. А еще мы отхватили... Ну, как отхватили, сказать, что можно взять, ну, как сувенир, подарок вот эти вот фартуки, в которых все сажали. Вот. Ну, мы не сажали, мы просто их нацепили, такие модные. И сейчас мы гуляем. Как, девика, красиво! Так, какого фига! Ты знал про это место и долго не звал меня на свидание? Да я все забывал. Как можно о таком забыть? В общем, мы гуляем здесь. И знаете, что я вдруг осознала? Мы сюда скоро приедем, зайдем на фотосессию. Я в шоке, ребят. Как же я люблю свою жизнь. Спасибо тебе, Господи. Это вот, знаете, приехала сюда по приглашению, да, от бренда поучаствовать в проекте. И открыла для себя такую невероятную локацию. Вообще. Не знала, не гадала, что окажусь в таком красивом месте сегодня. Думала, ну, поедем по работе, поработаем. Нормальный день, обычное дело. А тут прям вон вообще офигенно. Мало того, я вообще что хотела вам рассказать на влог. Это такая ржака. О, почти там лавочки есть. Посидим, покумекаем. Тут очень красиво. Так что ждите, у меня скоро отсюда фотки. Вот, осталось только придумать, кто меня здесь поснимает. Я бы хотела со Славой фотосессию беременную тоже. А то мы давно не фоткались, только первая была. Живот-то растет. Тыква. Ни хрена себе. Смотри, как тут круто. Ой, а там как круто. Глянь. Там птицы, Зай? Да, там закрытый этот... Внутри, я понял. Как же здесь круто. Я в шоке. Смотри, как... Соблаговолите не входить без экскурсовода. Все по-культурному. Какая ржака произошла. Ну нет, это не ржака, но я в шоке от того, насколько оказывается это большой резонанс. В общем, история с нашим гендер-пати... Просто они знают все. Ну вот как я и думала, что такие вещи без следа не проходят. Они знают все. Сейчас, значит, вот на этом мероприятии, на котором мы были, есть, был, да, ведущий. И будет. И будет, дай бог ему здоровья, ведущий. И... Ну мы лично не знакомы ничего, просто мы как бы как блогеры. Так, еще Ани Лорак сегодня здесь была, я и увидела. Ну, конечно, уж не сфотклась, вот, но увидела живую, прикольно, классно. Так вот, и ведущий такой к нам подходит, ну мы там все рядышком стояли, вот, подходит такой, говорит, это же вы те ребята, у которых на гендер-пате что-то там случилось? Мы такие, да, это мы. Он говорит, вот, я вообще в шоке, мне как жена рассказала. Ну, короче, такой, говорит, я на вашей стороне, это вообще кошмар, это капец. Мы такие, да, да. Он говорит, вы так вообще держитесь, молодцом. Прям вообще спокойные такие, прям. Да. Че, да? Да, вопрос-то сдаю, а у тебя о чем было? У меня вчера парикмахер тоже мой спросил, говорит, ему тоже жена рассказала. Короче. Ну, жены такие. Это очень резонансная тема, поэтому сочувствую организаторам. Жаль, что они нам не посочувствовали. Жаль, что они нам тогда не очень-то и посочувствовали. Так что, короче, ладно, пойдем дальше смотреть красоты здешние. Я прям вообще получила огромное удовольствие от этой поездочки. Пока Слава спал и еле как открывала только глазки, я ему уже светила ярко телефоном. Смотри, куда мы поедем, смотри, куда мы поедем. Просто про это место, наверное, ну, типа пару лет назад вообще. Думал? Думал, да. И типа просто много времени. Ну и что, мы сюда не сгоняли? Да. И ты забыл? Я забыл, потому что, ну, это было давно, я про эту локацию забыл. А тут ты мне говоришь, едем сюда, и я смотрю, о, вспомнил. Просто чудное место. Что еще сказать? Вот такие тюльпаны, Зая, у нас растут по всему участку. Какие-то не раскрылись, какие-то раскрылись. Ой, я уже представляю, как мы сюда с малышкой можем приехать как-нибудь. Она будет ходить, все эти цветочки нюхать. Такая милашка. Ой, какие цветочки! В декабре будет 7 лет, как мы начали мутить с тобой. Ну, со свадьбы, конечно, не так много. Со свадьбы вот будет в августе 2 года только. Но все равно время быстро летит. Это вообще. Прикинь, как круто здесь вот этим вот домам. Я думаю, очень круто. Они выходят на балкончик, а у них тут такой сад. Не хочу никого обижать, но этот дом, конечно, совсем не вписывается в данную красотищу. Ну, вот этот, да. Ой, как миленько. Они просто их расселят, снесут, построят здесь вот такой красивый. Цену поставят x10. Ну, я бы поставила x10. Всем купят по еще квартире. И просто наварятся невероятно. Но это же, считай, центр. Ну, как-то. Проспект Мира. Ну, да. Может, не Красная площадь, конечно, но ни хрена тебе все равно. А что думаешь, откусит что? Синяя. Подожди, это утка. Ты посмотри, они ручные, походу. Ой. Господи, боже. Все, девки, сейчас рожу. Они ручные, видишь? Их, видимо, кормят. Подкармливают. Они, видишь, людей не боятся. Какие чудные. Смотри, так странно. И Красная дверь. Да, это очень... Как из этого, блин, Астрала. Понимаешь? Это очень странно. Хоть бы задекорировали ее, что ли, не знаю, или под цвет хотя бы этого сделали. Интересно, а туда что люди входят-выходят? То есть, когда работает фонтан, они там туда не ходят? Не знаю, странно. Есть, конечно, минусы у этого места. Уж все прям расхваливать не будем. Нашла один минус. Да, да, да. Дверь. Нет, ну здесь не один минус. Ну, мне нравится, я восхищаюсь. Очень красиво и классно. Но самое главное, что мне не нравится, это то, что дома вокруг. Ну и дверь. Ну, типа, что за бред, реально? В центре города, конечно, будут окружать дома. И то, тут столько деревьев, что, в принципе, многое скрывается. Мы с тобой еще внутрь не заходили, вот в эти оранжереи, как их, ботанические, закрытые парники. Там, наверное, тоже вообще красота. Там, может, что-нибудь тропическое даже растет. Блин, класс. Как будто мы вообще не в центре Москвы, ничего не понимаем. Что это за цветы такие? Кто эти такие? Что за перевертыши? Я думаю, они с другой планеты. Да, похоже. Очень необычные штучки. Блин, кстати, как насчет клещей? Клещи с этой планеты, 100%. Нет, спасибо. Я не подумала, это же как раз сезон. А, да забей. Ты думаешь, ты нужен клещам? На самом деле, я периодически не подхаживаюсь на какие-то там видосики, типа, красивые места в Москве, красивые места там в России, знаете. Ну, даже вот в Москве, в городе, просто красивые места, там локации для фотосессий. Я смотрю, я в шоке, думаю, как, откуда такое красивое место? Где? Как туда попасть? Очень много красивых мест. Я знаю только в каждую площадь. Ну, типа, знаете, центр, все, все там у нас, патриарши, вот и все. А красоты очень много. Первое, что мы увидели, когда сюда подошли. Знаешь, если бы тут еще рыбки плавали, такие разноцветные, оранжевенькие. Вода мутная, может, там что-то и плавает кто-то? Не, я думаю, вряд ли. Ну, посмотри, если есть круги на воде, значит, кто-то плавает. Да нет никаких кругов. Это от ветра, может. Ребят, мы уже дома. Давай распаковочку. Какой милашистый. Какие мини-букетики. Ух ты! А это свеча. Какое чудо! Красивая какая. Ой, приятно, действительно. Так, ребята, мы уже дома, как я вам и сказала. Я сижу, массирую свои чудные ножки, получая огромное удовольствие. У меня все спрашивают, что у тебя за массажер, что у тебя за... Я думаю, массажер, я не знаю, нет. Просто так вот сижу, и он меня массирует. Это массажер от Ямагучи. Давным-давно я рекламировала их бренд. У нас было сотрудничество, у меня привозили вот такой массажер для ног, головую дорожку, какое-то классное кресло, массажер. Кресло, массажер, беговую дорожку я... И это, кстати, тоже я сразу отдала родителям. Ну, не сразу, но поигралась в этот массажер, и потом отдала родителям, потому что я подумала, что им больше такое надо. Вот, а сейчас, когда я забеременела, я потребовала обратно свой массажер для ног, потому что, во-первых, мне нужно, чтобы что-то у меня стояло под столом и держало мои ноги. Потому что, ну, нежелательно в беременность, как я слышала, ноги сидеть как-то там закидывать, нога на ногу, еще что-то. Вот, а у меня это самое любимое положение, это сидеть как-нибудь по-интересному. И, понятное дело, массажер для ног, ну, что может быть лучше вообще в беременности? Моя мама мне рассказывала, что когда она была мной беременна, она меня как-то представляла, что-то говорила, какой я буду, когда я родюсь, рожусь, ну, какой я вырос. Ну, короче, что-то она там представляла, и вот типа как она представляла, такой я и выросла. Вот, и это очень мило. И я отвечала на вопросы всякие, и у меня спросили, представляю ли я, какой будет наша дочь, как она будет выглядеть. И вероятность того, что у нее будут карие глаза, очень велика, но я все равно представляю ее со светлыми глазами. Понятное дело, что многие детки рождаются сначала там с голубыми глазками, потом они в течение там сколько-то, двух лет, не знаю сколько, меняются, там темнеют, либо остаются, светлеют. Ну, короче, это как бы понятно, это мы знаем. Поэтому понятное дело, что как только родится наша дочь, я не смогу сделать сразу выводы, потому что глазки могут поменяться. То есть это даже когда она родится, я не смогу узнать ответ на этот вопрос. Конечно, это абсолютно не самое главное. Вот, просто у моей мамы светлые глаза, у моей бабушки светлые глаза, у меня светлые глаза. И я, конечно же, в ожидании того, что у нашей дочки тоже будут светлые глаза. Может быть, с вкраплениями какими-то, как у меня, потому что у меня серые, а вокруг зрачка прям карие. И самое интересное, что у меня у мамы серые глаза, а у папы карие. То есть у меня глаза их. Ну, то есть соединилось вот так вот прикольно. У Славы карие глаза полностью карие, у меня серые с карием. И да, тут есть такая доля вероятности того, что из-за того, что у меня есть карий, и у него есть карий, понятно, доминантный. Понятно, большой процент того, что у дочки будут карие глаза. Но, честно, я представляю ее со светлыми глазами. Ну, не знаю. Вот я так вижу, я так чую. Хотя мне все в нашей семье говорят, типа, вообще забей, будут карие. 100% будут карие. Может быть. Может быть. Вот как раз сейчас то, что я вам говорю, что я ее представляю с серыми глазами. Ну, не с серыми, а со светлыми. Я не знаю, какие будут. Может быть, они будут... С другой стороны, карие тоже разные бывают. Бывают прям темные карие, бывают светлые-светло-карие такие. Но я все-таки не знаю. Мне кажется, что не карие должны быть. Ну, мне так кажется. Ну, скорее всего, может быть, да. Наверное, будут карие. Но я представляю с другими. Вот представляю, так и все. Конечно же, представляю с темными волосиками. Наверное, не с такими темными, как... Хотя, не знаю, думаю, какие-то, знаете, каштановые будут. У меня в детстве... Не знаю, какие были, прям, когда я родилась. Но вот в подростковом возрасте они были такие, прям, каштановые. Вообще, у меня очень красивый цвет волос свой. Ну, у меня, в принципе, сейчас свой цвет волос. Вот, поэтому я не крашу, ничего не тонирую уже довольно-таки давно. Маленький носик. Вниз не загибается, как у меня. Носик точно славен. У Славы не загибается. Интересно, какие глазки будут. Не цвет, а разрез. Очень любопытно. Но я не думаю, что, типа, только как либо у меня, либо как у Славы. Я думаю, что будет что-то среднее, что-то свое, типа, не такое, как у нас. У Славы немножко они такие поуже. И как будто чуть подальше расставлены, по моим ощущениям. А у меня они покруглее и поближе к носу. Вот так вот. Ну, короче, мне кажется, у него что-то среднее будет. Прям, мне кажется, вообще на идеальном. Просто красотка какая-то голливудская. Не знаю, вот я так себе представляю. Мне кажется, так любая мать представляет своего ребенка. Если о каких-то таких вещах говорить, что... Самый лучший малыш, понятное дело. Какая-то девочка мне написала в Директ, что ее родители, вот как ее представляли, когда были... Ну, когда мама ее была и беременна. Как она ее представляла, что они там себе воображали, такой она и родилась. Не знаю, мне бывает, кто-то что-то говорит, что там, может быть, вот так будет дочь выглядеть, может, вот так вот. Не сказать, что меня это бесит, но есть такое, знаете, типа, так... Во-первых, как будет, так будет. А во-вторых, если уж кому и придумывать, так это мне. Ну, типа, знаете, ну, как мне кажется, потому что я мама, мне кажется. Я должна как-то это, как будто бы чувствовать такие вещи. Не знаю, очень интересно тоже по характеру. Мне кажется, что она будет как я. Вообще, я уверена, что она будет как я. Но есть такая вот тема, что все-таки я козерог. Ну, типа, вообще не водный знак, понятное дело. А она, получается, будет как слава водный знак. Очень интересно. Я вообще в шоке с того, как так жизнь сложилась, совпало, что у нас такая пупсёная должна родиться. Ну, насколько я знаю, что, понятно, рыба и рак, ну, это просто две водные стихии. Ну, то есть славе с дочкой будет, мне кажется, очень классно. Ну, в смысле, одна волна, водяные жители такие. И то, что я все-таки стихия земли, ну, то есть земля, вода, как бы больше дружит, чем, например, огонь, если бы я была. Так что я думаю, что вообще все очень классно так совпало. Ну, как это не совпало, совпадений не бывает, это судьба. Очень интересный такой вот момент. Я уверена, что такие вещи, они уже давным-давно сверху предрешены. Вообще, я знала, знаете, видео какое-то натыкалось. Я не знаю, не уверена, что это прям 100% так. Но есть такая тема, что душа ребенка выбирает своих родителей за 8 лет, что ли, до появления. То есть, грубо говоря, вы еще, может быть, даже не встретили свою вторую половинку, своего мужа или жену. И, допустим, встретите только через, не знаю, 6 лет. Ну, грубо говоря. И потом, в течение двух лет, например, у вас родится ребенок. И душа этого ребенка уже давным-давно узнала, что она, типа, к вам придет. Именно к вам и вашему мужчине, которого вы вообще еще не встретили. Даже не знаете, встретите или нет. Ну, я не знаю, типа, правда это или нет. Но что-то такое я видела, что душа ребенка выбирает вот за 8 лет. То есть, по сути, получается, таким образом, если в декабре у нас со Славой будет 7 лет, то есть за год, даже за полтора, где-то там, два года до нашего со Славой знакомства, душа нашего ребенка нас выбрала. Это если вот такие штучки верить. Ну, конечно, я уж об этом не думаю, просто вспомнила сейчас вам рассказываю. Сижу, кайфую, ноги мну. Ну, я думаю, что, наверное, сейчас, когда я приду в женскую консультацию, мне назначат ходить на этот КТГ, короче, слушать сердцебиение малыша. Вот. Интересная, конечно, штука. Я постоянно, когда прихожу в женскую консультацию, сижу, например, жду, ну, своего приема, слышу сердцебиение чьего-то малыша. Ну, что кто-то сидит там, если в датчиках. Смотрите уже, какой у меня тут шарик. Даже не верится. Я не думаю, что у меня большой живот, если честно. У Вивочки была стрижка. Вивочка, продемонстрируй свои смешные лапки. Это просто, это не лапки, это какие-то, я не знаю, я их прям хочу в рот засунуть и съесть. Такие сладкие. Крысюшки мои, крысюшки. Да? Обалдетские лапки. Кажи, какие смешные лапки, да? Я хочу твои лапки показать. Наконец-то мои руки дошли до распаковочки. Ну, я-то, конечно, знаю, что здесь, что мы взяли, но все равно я очень рада, что наконец-то покажу вам это лично. Можно сказать, приду к вам домой или вы ко мне вместе посмотрим все эти няшности. В общем, в начале этого влога мы с моей мамой поехали в центральный детский магазин. И я, конечно, с ума сошла от того, сколько там магазинов для детей, я туда обязательно еще вернусь. И не один раз. Мы туда с мамой конкретно поехали вот в этот магазин, который называется Натура Пура. Тут очень много красоты, я даже не знаю, с чего начать. И даже пупсена проснулась. Ей тоже безумно интересно, что же такого мама с бабушкой нам выбирали. В общем, мы ездили с мамой, как вы помните, и я специально взяла с собой маму, потому что мне хочется не ошибиться и хочется взять то, что пригодится, то, что будет лучше всего. Потому что даже вот я рассказывала в своем телеграме, кстати, подпишите. Там были такие бодики, у которых на спине застежечки, кнопочки, вот эти вот все штучки. И моя мама сказала, что это очень неудобно, когда маленький малыш, лучше, когда вот здесь вот спереди. Вот. Вот. Поэтому, собственно говоря, я бы нахватала всякого и такого, и сякого, и потом бы думала, блин, как это неудобно. Вот. Поэтому я очень рада, что позвала с собой маму. В общем, у них есть такие комплектики, коробочки прям. И здесь какие-то носочки обычные хлопковые. Вот такие вот, типа на каждый день. Сразу скажу про их бренд, что у них все из натуральных составов. Именно поэтому здесь вы не увидите всяких розовых, ярких каких-то оттенков, потому что все вот эти яркие оттенки, они создаются с помощью красителей. Вот. Здесь их нет. То есть тут самые натуральные оттенки, которые вообще могут быть, потому что самые натуральные составы используются. Нуля до трех месяцев. Понятное дело, что они тянутся. Даже не верится, что когда-то в этих носочках будут ножки нашей дочки. И это просто сумасшедствие какое-то. Очень мило. В общем, у них есть такие коробочки с просто оттенком Экрю. Это вот этот самый светлый. То есть, грубо говоря, коробка с одинаковыми носками. Но я выбрала разноцветные, потому что подумала, что ну, как бы это прикольно. Тут получается раз, два, три, четыре цвета. Вот такие махровенькие носочки. Их уже взяли побольше. 6-12 месяцев. Взяли теплые носочки побольше, потому что как раз наши девочки уже... Сейчас три месяца ей будет, когда уже осень начнется. Ну и как раз, грубо говоря, зимой... Все, зимы можно будет начинать носить вот эти носочки. С конца осени даже, я думаю. Вот такие вот. Они уже тепленькие, такие махровенькие. Тоже хорошо тянутся. Так что... Ну, очень мило. И я, знаете, с чего поржала? У нас там спросили, какие мы будем брать в итоге. Однотонные. Ну, то есть там махровенькие тоже есть. Только чисто коробочка из бежевых. А есть вот такие разноцветные, как я взяла. И спрашивают, вы какие будете брать? Разноцветные или однотонные? Я такая стою, думаю, думаю, нет, давайте разноцветные. Потому что потом буду показывать дочек где-нибудь там, не знаю, в сторис. Не знаю, в телеграммах, еще где-то. И будут писать то, что я ребенку носки не меняю. Типа в одних и тех же ходят, что плохая мать. Вот. Ну, конечно, это смешно. Понятное дело, что я не поэтому не взяла однотонные. Просто мне захотелось разноцветненьких. Тем более, что все цвета очень приятные, не бесячие. Посмотрите, насколько красиво все упаковано. Это просто. Вот такая милота нас встречает. Я не знаю вообще, как можно спокойно жить со всей этой милотой. У нас точно будет просто супермодная девица. Шесть месяцев. Шесть-девять месяцев, я думаю, вот так вот. Но, опять же-таки, все пупсики разные. И, может быть, у нас будет пупсик пухленький. А может, и не очень пухленький. Поэтому непонятно пока, в итоге, на какой возраст она пойдет. Это чудо. Такая вот кофточка вот с такими чудными штанельками. Ну, как это называется? Пузунки. Вот с такой вот попкой. Ну, понятно, что это для этого подгузника. Но это просто. Это супермило. Мне хочется... Кстати, блин, что за дела? Мне нужно заказать всякие вешалки. Потому что у нас скоро еще и шкаф должен прийти для нашей малышки. Мы основательно подошли ко всем этим моментам. Получается вот такой вот комплектик вместе вот с такой вот шапочкой. Все это на 6 месяцев. Хотя шапочка, по-моему, на побольше у нас. Вот эту курточку, можно сказать, выбрала моя мама. Ей прямо она очень понравилась. Я говорю, вот эту обязательно возьми. Какое чудо. Вообще, какая милота. Очень стильно. Очень красивенько. Посмотрите. Это мы взяли прям тоже на такой хороший возраст. Это тоже 9-12 месяцев. Мне даже не верится, что пупсено уже будет такой большой. Видите, мой маленький. Я из тех людей, кто младенцев не помнит вообще, когда в жизни даже видел. Ну, нет, видела, конечно. Но держать. Братика, наверное, своего Сашу держала. Но это было там сколько? Почти 12 лет назад. Ну, короче. В общем, это я к тому, что я совершенно не в курсе. Маленьких для меня это все просто неизведанность. И, конечно, это немножко волнительно. Очень плотненький такой, прям обалденный. Все эти вещички я сохраню. Не знаю, что с ним делаю. Куда их дену? Ну, как-то сохраню. Уберу. И надеюсь, что для нашего второго малыша. Ну, вот эти вещи, это чисто унисекс. Офигенный унисекс. Хотя, конечно, вот в этом магазине я все-таки больше считаю, что как будто для девочек выбора. Но для мальчиков там тоже есть. Хотя, не знаю, напишите. Блин, мальчишке тоже пойдет такая штучка. Да? Да пойдет, конечно, вообще. Просто у нас, по традиции, мальчики вторыми рождаются в семье. Так что посмотрим. Так, следующее какое-то супер милое чудо. Вот такая вот кофточка. Ну, это точно для девочки прям. Такая вот милая кофточка. Кардиганчик с тремя пуговичками. Посмотрите, какая милость. Ну, просто с ума схожу. Тоже такого же цвета. Самый класс, что все эти вещи я могу сочетать друг с другом, потому что... Ну, потому что они все вот таких оттенков. То есть, по сути, я могу создавать, что хочу. Посмотрите, какое чудо. Это мы взяли 9-12 тоже побольше. Ну, потому что вещи, ну, просто восхитительные в этом магазине. И мне хотелось брать... Знаете, не так, что вот, как, грубо говоря, там, две недели малышка их поносит. У них очень классная база. Сейчас вам тоже покажу. Мы базу тоже взяли. То, что вот такое на самое начало, прям рождение. Но взяли этого не очень много. Короче, в этом магазине мне хотелось взять вещи для нашей малышки. Именно такие, которые она будет носить как можно дольше и больше. А не так, что мы возьмем там бодиков каких-то, кучу наберем. Будем их менять, понятное дело, по несколько раз в день. Там, не знаю, пачкаться они будут, еще что-то. И в конечном итоге уже там через неделю-две мы не сможем это носить. Вот. Хотя, конечно, мы тоже такое взяли, понятное дело. Ну, просто для меня бодики, вот эти все, да, на первый месяц, это такое прям, ну, как подгузники. В том плане, что они очень быстро вот так вот текучко сменяются и все. И потом я их просто не увижу. А я хочу любоваться вот этой красотой как можно дольше. Это три месяца. Вот. То есть, понятное дело, что когда наша малышка будет в возрасте три месяца, она в этом костюмчике еще сможет, ну, я думаю, месяц точно, если не больше. Может, и даже и больше, слушайте. Тепленький. И мы как раз брали еще, понятное дело, с точки зрения того, что я рожаю летом. И три месяца нашей малышке будет, ну, получается, в октябре. В октябре. Все верно. В октябре нашей Пупсене будет три месяца. И как раз на осень, да. И я думаю, на всю осень. Может, даже и зиму чуть-чуть захватим. Не знаю, опять же, какой она у нас пухленький малыш собирается быть. Ну, в общем, сможем подносить такую красотищу. Просто чудо. Тут еще, кстати, ножки расстегиваются. Есть вот такие. Хоп. Так что будет очень удобно, если что, тот же памперс поменять. Подгузник. Вот, видите, как тут все это делается. Самое интересное, что мне это все потом нужно будет распределить в шкафчике, в каком-то, не знаю, в гардеробе детском. По размерам, по возрасту. По возрасту я, конечно, это буду делать. У меня все для этого есть и продумано. А это у нас такой костюмчик на 6 месяцев. То есть, это как раз будет прям супер-супер зима уже вообще кайфовать. Можно будет и начало весны. Можно будет холодной весной прям вот так вот шлеп-шлеп и пошли гулять. Тут тоже, кстати, ножки расстегиваются. Видите, у нас таких два похожих комплектика. Вот так, это если бы у меня двойня была, так вот они бы у меня тут сидели, я бы с ними ходила. Так, то, что я уже вам показала, буду откладывать сюда в коробочку. Вот такой комбинезончик. Он уже не такой теплый, сколько тут, наверное, тоже 6 месяцев. Выглядит на 6, посмотрим. Ориентируюсь я уже в размерах. Скоро буду совсем у вас опытной. Да, 6 месяцев, конечно, я уже, можно сказать, на опыте. Не, ну тут видно, что это не 3 месяца, конечно. Вот, 6 месяцев, это у нас как раз получается зима, весна. Ну, весна. Да, это получается конец зимы. Да, это даже получается уже, что, январь, февраль. Вот, так что, в принципе, все самое то, на весну такая вот красота будет у нас девочка моя любимая. Да, все такое бежевое. Сейчас кто-то, кто любит все очень яркое, пестрое, вырви глаз, чтобы обязательно принты какие-то были. Динозаврики. Сейчас кто-то сейчас сидит такой, фу-фу, неинтересно, скучно, однотонно. На самом деле, я спросила в магазине, почему у этого бренда вещи для детей до 2 лет. Чтобы вы понимали, до 2 лет вещи у ребенка. Мне сказали так, что потом, типа, у ребенка уже появляются свои какие-то вкусы, предпочтения. Ну, понятно, ребенок может начинает, там, и что-то, не знаю, хотеть поярче ему, у него уже свои какие-то прихти. Может, какие-то мультики, не мультики появляются после 2 лет, да, я не знаю. Но, в общем, сказали так, что, наверное, вот самый ходовой такой продукт, скажем так, до 2 лет, как раз-таки, вот такие вещички. И мне кажется, что на самом деле, вот реально, до какого-то определенного возраста ребенку вообще пофиг, во что он одет. Ну, не знаю, мне кажется, хватит того, что у ребенка, например, яркие игрушки есть какие-то дома. Он гуляет, не знаю, видит яркий мир, там, не знаю, солнышко, закат, там, цветочки, собачки. Ну, то есть, мне кажется, этого вполне себе хватает для малыша, чтобы видеть яркие какие-то краски этого мира. И абсолютно не обязательно наряжать ребенка так, как нас одевали, там, не знаю, в 90-е, грубо говоря, в 2000-х, там, нулевых. Это не важно. Важно вообще то, чтобы ребеночек был счастлив. А какого цвета у него кофточки, тем более, что они такие офигенные. Ладно, если бы они были какие-то не очень. Вот такая кофточка, сзади застежечки, но это, я думаю, как бы 3 месяца, 0-3, не знаю, 3. 3 месяца, да, ну, все, все, я у вас на опыте, девочка. Можно вот такие штанишки, такие мимимишности, с такими вот ножками. Ой, как же это все чудесно! Уже представляю, как я пупсика наряжаю. Ну-ка, давай свою ножку сюда. Я еще Славе это все не показывала, ему только показывала вот сториз, то, что я снимала, и в Телеграм, по-моему, ее выставляла что-то. А вот так вот, чтобы вживую ему показать, я ему еще не показывала. Так, сейчас вам покажу платье, которое мы взяли на весну, то есть его можно надеть на день рождения папы, папы, то есть моего мужа, Славы. Такой вот у нас замут придумался. Взяли вот такое платье, все в рюшечках. Кому-то не понравится, но это такое прям торжественное платье в пол получается. Вот, так что у нас будет такая вот милая пупсена. Вот так вот, хопа! Можно на фотосессию. Не знаю, мне показалось очень милым сзади застежки, но тут уже будет, понятно, это удобно, потому что малышка уже будет 9 месяцев, нифига себе! Блин, даже не верю, это 9 месяцев, мне кажется, это так далеко. Взяли такие стильные трусы, только мне кажется, они вообще на, не знаю, на сколько. Ну, хотя чего? На 6-9, наверное, пойдет. Вот такие, как-то они по-другому называются, блумеры, бумеры, что-то я в этом не разбираюсь, видела на сайте, на каком-то. В общем, сначала подгузник, потом вот такие штучки и есть еще вот такой вот чепчик, ну или шапочка, как это правильно называется. Тоже и все, это по сути комплект, да. Так что можно вот так вот хоп, хоп, и вот такие модные трусы. Здесь уже у нас начинается что-то такое более повседневное, менее торжественное, но очень красивое тоже. В общем, мы взяли вот такое дело, сейчас вам скажу, что за возраст у нас у стоит. Цвет икрю, конечно же, 3 месяца. Вот такие штанцы модные, причем, я так поняла, этот медвежонок на попке у нас будет. Это точно спокойно перейдет по наследству братику, которого пока даже еще в проекте нет, но почему бы и нет. Вот такой вот бодик, видите, спереди застежечки, это у нас тоже, наверное, 3 месяца. Ну, в 3 месяца уже пупсики такие немаленькие, хочу сказать, да. Хорошенькие пупсики уже такие немаленькие совсем. Получается вот такой вот у нас бодик, да, красивенький, с мишкой. Сверху можно штанцы, так делают, девчонки, напишите в комментариях, я пока не знаю. Вот такой моднявый шапка, вот это идеальный комплект унисекс, вообще. Вот дальше уже сомневаюсь, тоже, мне кажется, больше для девочки. Вот такой вот бодик, это у нас на первое вот как раз время, когда родится малышка. Чудные зайчики, представляете, у нас ведь наша девочка рождается в год кролика, и как раз тут зайчики. Получается вот такой бодик один, точно такой же бодик второй, такого же размера. Они там идут в комплекте, по-моему, что-то такое, по два размера, если я не ошибаюсь. В смысле, по два экземпляра одного размера. Ну, короче, две штучки одинаковых бодика вот таких. Вот такие вот штанцы, тоже на первое время, ну, то есть 0-1 месяц. И еще одни такие штанишки, то есть тут получается по два. Следующее у нас вот такие бодики, тоже прям на самое-самое рождение, видите? Обычные, повседневные, классные, милые бодики, очень хорошего качества. Вот, три штучки. Вот таких три, с зайчиком две и с мишкой один. У меня тут уже супер милая гора. Все это дело еще надо будет перестирать. Конечно же! Разложить. У меня уже есть куда раскладывать, у нас есть шкаф, но это шкаф не для ребенка, поэтому я все-таки, конечно, очень жду, когда же к нам придет посылка мебель для нашей малышки. А там у нас и шкаф, и большой комод, и маленький пеленальный чистый комод, и еще одна кровать, и кресло-качалка для кормления. Обалденный коврик, тоже вот это вот цвета икрю бежевенький, вот такой вот, под шторки идеально будет. Там мишка на лицо, ну, короче, там столько милоты, все жду, с ума схожу. Должно было прийти в начале мая, но это к нам идет из-за границы. И что-то там с таможней, что-то задерживается. Вот такая чудная повязка на голову. Поскольку у нас девочка, мы можем ее наряжать постоянно, ну, носить вот такие вот милейшие повязочки. Я, конечно, просто в восторге. Я помню, как мама тоже говорила, как было бы здорово, чтобы у меня была дочь. И то, что для девочек столько всего. Так было всегда. То есть, это не только для маленьких, это и для взрослых нас, девушек. Вы приходите в любой магазин, там всегда больше выбор, чем для мужчин. Так всегда. Ну, потому что, не знаю, девчонки, мы такие, мы любим шопинг. Подойдет к многим нарядам, которые у нас есть от этого бренда. Вот такой вот комплектик с зайчиком. У нас два таких одинаковых. Один на 6 месяцев, другой на 3. Сейчас, кстати, можно даже сравнить, ну, ради интереса, вот этот вот скачок роста, так сказать. Ну, не так, чтобы прям и скачок. Не, ну, я думаю, с 3 до 6 как раз можно будет походить в первом размерчике плюс-минус. И вот этот, который 6, с 6 до... Ну, в общем, в каждом, думаю, пару месяцев погулять-то можно будет. Хотя, не знаю, девчонки, напишите. У всех по-разному. Тут, кстати, тоже ножки отстегиваются. Вот такой вот просто бодик на каждый день. Обалденный, минималистичный. Очень приятная ткань. Ну, просто восхитительная. Вот такое вот чудо. Уже такого цвета. Здесь на спине вот так вот. В Натура Пура есть не только, конечно же, одежда. У них есть, конечно же, полотенца. Тоже обалденного качества. Разных размеров. Постельное белье, пледы. Ну, в общем, все, что только можно придумать для счастья малыша и его родителей. Это полотенчико мы взяли как бы как на вырост. Оно большое довольно-таки. Здесь вот такой вот рисуночек. Оно офигенское. Просто офигенское. Вот вам скажу. Изделие Натура Пура производится абсолютно без использования химических веществ. Ни на одном этапе от выращивания хлопка и до получения готовой модели в хлопок не попадает ни одного пигмента, отбеливателя и других химических примесей. Мне просто кто-то написал в комментариях, когда я делала обзор в магазине, что там все бежевое, такое красивенькое, качество, вау. Кто-то написал, типа, скучно, все такое притерное вообще. Да, моя дорогая, окей, может быть там и нет розовых пони на каждом шагу и каких-нибудь, я не знаю, синих тракторов. Но это очень качественные вещи. Если стоит выбор поярче или покачественнее для своего ребенка, то, конечно уж, ну, я думаю, тут чем же выбирать, по-моему, ясно и очевидно. Тут, конечно, качество победит. И, конечно, не буду обманывать, мне самой безумно нравится то, что все именно такое нейтральное, красивое, нежное, натуральное. Как это называется? Этот мешочек, комочек, конвертик. Ничего-ничего. Вот я рожу, буду все знать. Тут у нас есть капюшон, который отстегивается. Как это все дело выглядит на спине. Просто вот такое вот милашество. Можно положить пупсика. Там еще нам показывали, что внутри очень мягкая, классная ткань. И такая, что, грубо говоря, можно сильно не наряжать ребенка. То есть, она уже такая приятная к телу. Ну, понятно, что-то надо будет на ребеночка одеть. Потом вот в этот конвертик, в коляску и пошел гулять. Вот такой вот плед. Этот плед свел меня с ума. Даже не знаю, смогу ли я с ним сейчас совладать, вам его показать, рассказать. Он с облачками. Честно, я не хотела в этом магазине брать пледы, потому что нам уже столько пледов надарили. Я вам еще не успела даже показать. И надарили, и прислали очень классных разных пледов. Но вот этот плед, такого у нас, конечно, еще нет. А в чем здесь вот такая вот классная фишка? Я даже не знаю, как его назвать. Здесь есть вот такой кармашек с облачками. Сюда можно положить ножки малыша и как-то его укутать. То есть, по сути, сделать из этого пледа какой-то там конвертик. Нам показывали, как это можно сделать. Я думаю, что мне нужно сюда кого-то засунуть, чтобы потренироваться. Ну, в общем, можно как-то его скрутить, свертеть так, что получится то, что надо. Потом нам его выворачивали. А, или вот так делается. Да, значит, я перепутала. Вот так вывернул, сюда пупсика засунул. Вот так вот его как-то там сделал. И считаю, он у тебя уже в конвертике. Это еще не все фишки. Как-то, значит, аккуратно взял. Ты вот эти все внутренности сложил, чтобы они ровные были. Ну, складывать-то я умею. Но сейчас мне это неудобно, конечно, делать. Я вам сейчас так просто покажу. Как пример просто то, что можно делать с этим пледом. Потому что я обалдела. Думаю, да это же просто. Извините. Это Тесла, блин, отдыхает. Короче, взял и сделал из этого пледа обалденную подушку. Просто все туда внутрь завернул. Вот тебе и подушечка такая маленькая. Хорошенькая, мягенькая подушечка. Взял, перевернул, если облачка мешают. Ничего себе. Вот это я понимаю. А изначально, вообще-то, это плед. Так, а это что? А, ну это постельное белье. Ну, мне, если честно, так не хочется его разворачивать. Просто хочется сказать, что здесь есть наволочка. То есть это постельное белье, конечно, нам прослужит. Понятно, маленькому ребенку подушки мы не кладем. Одеялами не накрываем. Только вот этими тоненькими пеленочками. Все это я знаю. Техники безопасности. Все это я в курсе. Еще услышу не один раз. От вас, мои хорошие советчики. Конечно, но здесь, как бы, комплект на будущее. В любом случае, в какой-то момент ребенку захочется пользоваться подушкой. Да и просто, почему бы и нет. Есть хорошие подушки, там, и ортопедические, и так далее. Ну, в общем. Это все дело, как бы, и на будущее идет тоже. Но и сейчас мы можем использовать. Тут есть наволочка, есть пододеяльник, очень красивый. Ткань сумасшедшая. Простыня на резинке. Вот. То, что нужно, в общем, то, что доктор прописал. Поэтому, даже если честно, так хорошо лежит. Не хочу распаковывать. Полотенце я вам уже показывала. И вот такое же, вот с такими мишками, но уже поменьше. То есть оно как раз пойдет на рождение. И там, я не знаю, ну сколько месяцев. Здесь у нас еще одна супер милота. Вот такая вот повязочка на голову. Такая она уже не так сильно тянется, как та. И это тоже, мне кажется, до пяти, может быть, до шести месяцев. Слушай, я не знаю, какие головы у детей. Ой, здесь такое чудо. Показываю вам мое любимое платье. В этом платье я, ну, я не знаю, вот я прямо и вижу нашу дочку в этом платье. Вот это ее платье прям. А я еще не видела нашу дочь. Я ее, конечно, повизуализирую, представляю, какая она у нас карапузик сладкая. Но вот это платье, я его когда вижу, вот я не знаю, прям вижу. И почему-то это платье у меня вот прям в голове папина дочка. Вот просто, что наша девочка у Славы на руках, в этом платьице. И вот прям она, не знаю, обнимает его. Хотя она, наверное, такой маленькая, не знаю, она уже будет обниматься к тому 6 месяцев. Уже будет. Уже будет обниматься. Волосы выкорчевывать нам, наверное, на голове. Не знаю. Уже пупсик такой. И я вот прям вижу нашу дочь в этом платье. Я не знаю, оно у меня снесло крышу. Оно не самое, как сказать, такое торжественное из того, что у нас есть. Не самое такое, может быть, даже вау. Но оно настолько, мне кажется, ее. Я не знаю, почему. Вот прям ее и все. Я прям вижу, как она в этом платье, не знаю, с папочкой, что-нибудь миленькое делает. Ну, это просто чудо. Ну, это просто чудо. Это мое любимое платье из вот всего, что я вам показываю. Я люблю все, что здесь вижу. Потому что оно все шикарное, милое, обалденное, красивое. И для нашей дочки. Но вот это платье... Я прям в этот момент сейчас стану сентиментальной и слезу пущу. Потому что оно настолько чудесное, что я не могу остановиться. Ну, просто. Я как представлю, у меня это платье просто олицетворение какой-то нежности. То есть это прям на годик. Видите, какое чудо. Это нам как раз летом будет хорошо с ручками открытыми. Как раз будет годик, малышки. И очень хорошее платье, мне прям нравится. Видите, мы его уже взяли на постарше. Тут тоже пуговички сзади. Сверху такое, знаете, тянется. Как будто свитерочек такой легенький. Внизу уже другая ткань. В общем, вообще, красота. Так, только не пойму, вот этот от чего? От этого же, что ли? Наверное, от этого. Тут еще есть наверх накидочка такая. Она как будто для этого всего дела. Не пойму пока. Может так. Ну, короче, стильно. Вот это мне очень нравится. Мне кажется, это так по-карапузски. Шесть месяцев. Мне кажется, это тоже так миленько, так прикольненько. Именно вот там, ну, не знаю, такой пупсик дома ходит, бродит. Такой модненький, классненький. Ну, штаны уж, наверное, надо, не знаю. Хотя мне без штанов нравится эта история. Вот так вот, видите? Классная штучка. Это на шесть месяцев. Размер взяли. У них там много разных размерчиков. Так что, если вдруг там приедете или на сайте будете смотреть, убедитесь. И вот такую еще взяли. Тоже. Видите, как миленько. Смотрите. Тут нам хлопок положили. Как здорово. Последний вот этот обзор покажу вам, пожалуй, вот так вот. Ну, как раз вам, думаю, тоже будет прикольно посмотреть с другого ракурса. Такая маленькая шапочка. То, что нужно. Прям на первое время мама сказала, что это просто улет. Супер. Вот такие вот царапки. Вроде это так называется. Тоже такие, ну, на первое время, чтобы малышка не царапалась. Пинеточки, которые тоже много к чему подойдут. Они идут на 3-6 месяцев. Видите, какие чудные. Ой, такие мягенькие. Сама бы в них залезла. Вот такая шапочка уже на постарше. Тоже очень миленькая, классненькая. Очень приятный материал. Тут у нас, кстати, тоже бодики на как раз-таки какое-то первое время, если я не ошибаюсь. Такая вот база, то, что у нас считается. А, ну, это 6 месяцев. На 6 месяцев такой вот. Вот такой вот на 9-12 месяцев. Ну, то есть, долго можно будет походить. И этот, я думаю, тоже, наверное, на 6 месяцев. И вот такой светленький тоже на 6 месяцев. Вот что у нас было в последней коробочке. Такое вот чудо. Сейчас я это все буду миленько снимать для Reels. Пока мы с вами не виделись, прошло совсем чуть-чуть времени. У меня появился не до конца надутый шар. И я пыталась снять нормальный Reels. Ну, мне не понравился фон, мне не понравилось много чего. И в итоге я решила не заниматься этим, чтобы не распсиховаться, не довести себя до какой-то из денег. Мне главное просто, чтобы оно не валялось абы как. И то, что у меня не вместится, я положу в контейнер. Сейчас я вам еще покажу то, что нам подарили на гендер-пати. Из-за того, что к нам до сих пор не приехала мебель, меня это жутко бесит, конечно, так долго ждать. С ума схожу. Я не могу понимать, сколько чего у нас. Ну, сколько там такой одежды, сколько такой, на такой возраст. Ну, короче, все это немножко неудобно, потому что мне уже хочется, как это сказать, понимать, иметь представление о том, чего у нас, например, нет до сих пор. Чего нам не хватает. Что не хватает нам, я думаю, дофига чего. Потому что, да, вещей много, но они все на разный возраст, на разные месяцы. И это не совсем то, что, ну, как бы, прям вот все. Первое время есть и класс. То есть куча всего, еще чего нет. Элементарно, у меня даже нет молока от соса до сих пор. Ну, то есть много чего нет. И, наверное, как бы это и не страшно, еще впереди есть время для этого. Сейчас только начнется восьмой месяц. То есть, в принципе, два месяца, я думаю, как раз для того, чтобы уже совсем разобраться, я думаю, хватит. Меня даже некоторые пишут, знаете, какие вопросы? Юля, а ты уже начала собирать сумку в роддом? И я такая, ну да, что? Такой роддом. Ну, типа, а не рано ли? Как все мимично. Нам на гендер-пати подарили вот такой вот пледик классный. У нас есть точно такой же от этого же бренда, только не с зайчиками, а с овечками, как я вам уже рассказывала. Но на самом деле это абсолютно не лишнее, потому что, как вы знаете, мы будем жить на два дома. А точнее и на даче, и в Москве. И эти пледики, мне кажется, это то, что, ну, всегда пригодится. Это как и одеяльце, и покрывальце, и в кроватку, и в коляску, и там еще куда-то. Ну, то есть, такая вещь офигенная. И он такой уютненький, такой классенький, очень хороший пледик. Какая штучка. Это тоже вот такой вот, ну, как они называются, блин? Прям на рождение, мне кажется. На рождение малыша. Размерчик я имею в виду. Чтобы ножками, ручками не крутил. Классная. Такая с яблочками. Что тут еще, грушки? Или это грушки, а не яблочки? Ну, короче, вот такой вот принт. Классная штучка. Это, я думаю, прямо утряное на рождение пупсика. Такой легкий летний пледик. Мне кажется, с дырочками вообще офигенно. То есть, в нем будет не холодно, но и не жарко. Такой прикольненький. Очень милая, классная штучка. Я думаю, пупсику будет интересно. Хотя, где-то я что-то такое прочитала, что малыши такие цвета сильно не различают. Но при этом они 100% не разбираются в ярких цветах, когда только рождаются. Это 100%. Потому что иначе зачем тогда им показывать картинки с какими-то черными кружочками, там, кружочками и так далее. То есть, если бы малыши сразу с рождения различали цвета, то почему бы тогда им сразу не показывать карточки ярко-розовые, ярко-синие, ну, допустим. Поэтому я уверена, что ребенку просто на что-то надо смотреть. И он все равно не будет концентрировать свое внимание так, как с возрастом это будет проявляться. Ну, короче, вы поняли. Очень милая, классная игрушка. У нас все такое беженькое, миленькое. Ну, подарки на гендерпати, понятное дело. Там как бы нужно было дарить что-то такое. Ну, не розовое, не синее. Понятно. Вдруг мальчик или девочка. Неясно. То есть, там все ясно. Какой классный слюнявчик, а? Гляньте. Какой хорошенький. Буду на себя тестировать. Просто милый слюнявчик вот такой вот. Вот эти носочки связала мама моей подруги. Даша. Смотрите, как мило. Это супер мило. Так, вот такую штучку по моим ощущениям, воспоминаниям подарила тоже подруга Надя. Как раз таки вот с такой штукой. Вот это точно от Надя. Я помню, прям 100%. Ммм, как это мило. Вообще. И фарточек. Ну вот, хоть какие-то приятные эмоции сейчас испытываем после трешника. Чудный. Ой, какой чудный. Да-да-да. Бабушка подарила такой цветок. Но не просто типа дома куда-то его, а именно на дачу. Бабушка знает мои предстрастия. Так что поедем сажать. Вот тут у нас еще вот такие цветы есть. Смотрите. Сейчас мы тоже все это достанем. Какая же очень красота. Это тоже, по-моему, от Даши с Димой. Вот, так что это что-то такое погрызть. Какая-то такая полезность. Какая интересная хренатень. Вот эту соску-пустышку силиконовую купила моя мама. Но это не то, что типа подарок от мамы. Это скорее больше как ее голос. Типа она просто пришла на гендер-пати с этой штукой. То есть да, она как бы подарила, дала. Но это было больше как... Потому что она за девочку типа голосует. Короче, был смысл такой. Вот. Ну, посмотрим. В любом случае все эти соски, пустышки. Все это пригодится. Видите, то, что она розовенькая. Такая мелота. Я нашим мамам, вообще нашим родителям. Ну, не то, что запретила что-то покупать, дарить. Я сказала, не надо ничего. Потому что я сама пока не понимаю, чего у нас нет, чего у нас есть. Потому что что-то нам подарят бренды. Например. Я не хочу, чтобы был переизбыток всего-всего. Чтобы мы не успели ничем попользоваться и так далее. Ну, короче, вы понимаете, о чем я. Поэтому я родителям нашим настоятельно порекомендовала, чтобы они просто ждали, когда я, будущая мать, пойму, что нам не хватает, что у нас нет. И обязательно им сообщу, что нам надо. А вообще, я думаю, что лучше бы, чтобы наши родители покупали какие-то подарки внучке уже когда она родится. Потому что, мне кажется, к тому моменту, ну, уже реально будет понимание того, что нам не хватает, что нам пригодится в доме. Потому что я даже сама пока не понимаю, что нам надо, что нам не хватает. Вот, например, 100% у нас нет штучки, которая делает пюре. Ну, вот всякие пюре, там, вот из рагу, не рагу. Ну, как, короче, там, прикорм какой-то же мы будем добавлять со временем. У нас нет ничего такого. Ну, где-то блендер, короче. Нету. Вот, он тоже, как бы, понадобится, насколько я полагаю. Вот это, по-моему, подарок от бренда. Я уже запуталась. Я запуталась, блин. Короче, вот такие тапочки, в любом случае, их покажу. Такие прикольные. 9-11 сантиметров написано. Не знаю, какой это возраст. Мне кажется, большой. От полугода точно. Ну, так, на скидку. В любом случае, кину в одно место. Сейчас покажу то, что точно не в подарках у нас шло на гендер-пати. Это уже подарок от бренда, от бренда Нина. И это просто вообще... Ну, это просто. Это охренеть не встать. Это настолько мило, что, ну, я не знаю, вообще. Нужно ли это кто-то тут комментирует. Потому что это сумасшедшая милота. Сюда нужны батарейки. Да. Здесь еще будет музыку нам выдавать. У нас есть специальный крепеж для мобиля вот этого. По-моему, он тоже, ну, такой, типа, ручной работы. И это просто обалдеть, как мило. Я понимаю, что кто-то скажет, что ребенок не будет на это концентрироваться. И вообще это все не нужно. Я знаю, я все это тоже видела, читала. Но даже если нашей дочке будет неинтересно смотреть на попки этих овечек, как кто-то говорит, что оно висит прямо над головой, и ребенок даже не видит этот... Мы со Славой тестили, я его так вот держала, а он смотрел, я говорю, ну как попки? Попки? Или что? Во-первых, я, насколько знаю, их вешают дальше. То есть не над головой, а, типа, ближе к ногам. Чтобы ребенку было интересно вот так вот как-то смотреть. Во-вторых, это просто красиво. Ну, это добавляет уюта. Это как вы картинку повесите над кроваткой. Что, ребенок будет смотреть на эту картинку над кроваткой? Да, она ему не всралась вообще. Вот то же самое и это. Это просто мило, офигенно и классно. В общем, наша пупсена уже 40 сантиметров по приложению. И полтора килограмма. Да, я точно могу сказать, что она... Уже больше стала, уже сильно больше стала. Еще, конечно же, хочется записаться на 4D УЗИ. Обязательно мы сходим. Я думаю, что на этой неделе даже запишемся. Вот. На прощание, напоследок покажу вам пупсика нашего. Вот такой вот пупсик. Уже большой. Дети быстро растут. Помню, недавно только смотрела, еще такой эмбриончик был вообще. Сейчас уже такой человечек. Какой большой человечек. Даже не верится. Это я включила линейку, типа, такого размера пупсик у меня в животе. Можете себе вообще вообразить это? Это вообще как? Вот такая голова уже у ребенка. Ну, не знаю, что маленькая как будто. Это трэш. По сути, я могу через 2 месяца родить ровно. Ну, потому что люди же и на 38-й неделе рожают. Уже все считается, можно. Но астролог мне сказала, что раньше июля я не должна родить. Вот заодно и посмотрим. Просто получается 38 недель, это у меня куда выпадает? Если сейчас 30... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 38 недель ровно. Это 25 июня. 39 недель ровно. Это 2 июля. 40 недель ровно. Это 9 июля. Когда у меня стоит ПДР. То есть в 40 недель у меня стоит ПДР. Что я должна родить? Как бы в 40 недель. Моя интуиция может сказать, да пошла. Но моя интуиция мне почему-то... Прям вот... Я не знаю почему, мне кажется, что я должна родить вот на этой неделе. Типа с 3 по 9 июля. ХЗ почему. Вот ХЗ и все. Вот чудица мне так. И причем в конце. Я бы хотела родить 9. Во-первых, это воскресенье. Что хорошего родить в воскресенье? Есть такое поверье. Ну, типа в понедельник, если родишь, еще как сказать, ребенок, рожденный в понедельник, как будто бы всю жизнь будет работать. А ребенок, рожденный в воскресенье, всю жизнь будет отдыхать. Я пошла смывать макияж, монтировать этот влог. Всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы и всем пока.